здравствуйте дорогие друзья мы находимся в гостях у да не можете можете обсуждать там котиков обсуждают мы находимся у жанны которая живет в городе париже есть устрицы и даже жаб но у нас просто последний день нашего экскурсионного тура в котором жанна очень хорошо помогла и я хотел спросить жанна а что вообще вот ты делаешь во франции я думаю что вариантов у меня было великое множество но когда оказываешься во франции то есть я оказалась здесь можно сказать не по своей воле и есть у меня такая знаешь привычка нехорошая вредная каждый день кушать минимум раза три хочется приходится что-то делать для того чтобы эту еду за что-то покупать к сожалению она сверху не падает вот и не знаю французского языка в этот момент когда я заказалась его реально не знала что делать ну наверное идти в туризм я не думала никогда что это станет тем чем я буду заниматься сейчас но со временем мне это так втянуло сейчас я прям кайфую это мое нет по моему классно получается то есть учитывая то что с праздниками меня поздравляет огромное количество моих клиентов которые со мной катались по франции мы с ними ели устриц на океане мы собирали с ними трюфели ели жаб как ты говоришь и все остальное пили винишко в пешеных количествах то есть на сегодняшний момент это катасомические видно космические туры по франции по разным регионам пока не все конечно регионы но со временем мы растем скажи пожалуйста что тебе нравится во франции здесь только вкусного ты что я обожаю эту страну я с ее лицемерием с ее французами жителями которых понятия она никогда жизни смогу но я смогла их принять то есть я года полтора прям парилась по тому поводу что вот как это как это вообще может вот так вот быть то есть полнейшее несоответствие то есть интеллектов интеллект это прости с нашими вот что мы думаем как мы живем и то как французы все это делают то есть учитывая что эти люди жили вообще в таком типичных условиях вот и с нами с людьми которые ловят мышей довольно скоро я просто приняла все это теперь нормально теперь мне хорошо а что тебе не нравится во франции этих веществ на все меньше и меньше мне нравится сурикаты которые ездят за рулем то есть человек машине не понимает что он там делает вопрос сидит и тупит не нравится их медлительность мне нравится их зацикленность на правилах вот должно быть так и все то есть имитарная простая вещь ты приходишь куда-то тебе что-то надо человек то ли не хочет то ли не знает то ли еще что то он говорит мадам дезалее то есть такое самое такое прикольное слово которое вообще существует во франции дезалее лицемерная улыбка то есть я научилась прям использовать против них точно так же прям по моему еще круче дезалее мне жаль я сожалею да вот это меня конечно бесило прям вымораживала до сих пор на вымораживает но в то же время всегда есть возможность то есть у нас как у девушек своих таких взять за горло гипотетически конечно приезжайте сказать а мне очень надо миссия чем вы можете мне помочь но они ведь они судя по всему но они не привыкли когда вот как-то тут напористо ты вот к нему так вот напористо нельзя как только идет набор напор сразу идет обратка сразу же то есть это все должно быть красиво мягко с красными с красной помадой на губах конечно с улыбкой используйте все чары свои женские какие только остались к 40 годам но работает работает классно мне это помогает скажи пожалуйста ну вот французы вот есть скажем там шестнадцатый семнадцатый округ вот мы в принципе не в плохом не самом плохом округе жили на пантеон два шага а вот есть ну вот мы сегодня просто были например в музее виктора гегория вот видел там группу детей я насчитал там четыре белых индивидуума все остальные не очень то есть чем было человек 20 ну это я не знаю конечно не очень проекционный вопрос мне просто интересно вот вот как ты вообще видишь будущее этой страны как ты себя ощущаешь в этом ну вот в этом контексте да я тебя поняла это довольно печальное будущее франции то есть я абсолютно уверена что черная франция причем мусульманская франция это просто вопрос времени по прогнозам дают где-то 20 лет я думаю лет 10 не меньше не больше то есть все причины но дело в том что касается меня я убрала такой образ проживания здесь во франции что вот все о чем ты сейчас говоришь я вижу ровно из окна автомобиля дело в том что в париже я провожу не так много времени то есть когда нахожусь в париже я или дома за компьютером работаю или я в поездках с людьми с гостями и все то есть вот все вот это вот черное вот это население не будучи отдаваться про подробностей вообще в корне этого явления но все это реально я с этим вообще не сталкиваюсь максимум моих контактов с французами причем осознанно и по моему желанию это наверное на заправке в магазине где-то химчистки то есть французами называют людей вот этих истинных французов которых мы сегодня брали интервью да такие довольно темнокожих людей с кудряшками но они истинные французы то есть они получают когда паспорт то есть они получают не гражданство не получать национальность француз все они истинные французы чистокровные но у меня с ним абсолютно никаких контактов если случается помнишь вот кстати у нас под аркой случилось такое неприятное где меня это прям возмутило до глубины души ты на это смотришь нормально а меня это просто вымораживает я просто не обращаю вообще внимания на эти вещи но я обычно стоял просто мы были подаркой на площади звезды и у меня была камера я снимал божественную асю харюшину для нашего клипа будущего да 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 и у меня стояла просто камера на штативе и вышла чернокожая служительница сказала нельзя штатив здесь вот чтобы стоял то есть поднять надо в руки взять я говорю а почему а вот потому что и показала свою значит эту карту и ушла то есть вот у нее такая самореализация как бы за счет этого нигде никаких правилах этого не написано но вот ей так захотелось ну мне на это плевать я уже через это все а вот жанну бесит меня бесит потому что здесь происходит раз я чувствую расизм по отношению к себе только расизм наоборот то есть черные вот используются своим как-то положением а учитывая что они приехали сюда на более лучшие условия чем я я человек с тремя высшими образованиями с сознанием нескольких языков и всего остального то есть они приехали просто присаживаться на пособие а мне есть приходится вот все прям с самого начала как конкретно проходить вот этот человек если ему дать хоть малейшую власть вот сидит тетка в туалете бумагу туалетную выдает и учит стоит я вижу кабинка освобождается я вхожу она меня оттуда вытачивает говорит мадам вы идете тогда когда я вам скажу что можно понимаешь и вот после этого когда выходит вот это вот чудо и мне говорит что штатив нельзя неважно мне тебе а я хочу спросить мадам а покажите мне пожалуйста а где-то вот написано их только так можно брать потому что тогда у нее случится взрыв мозга потому что французы этого не отвечают французы они сидят и хавают реально хавают вот поэтому пропорционные вопросы вопросы какие-то и вообще защищать себя как человека в принципе я уже научилась здесь иначе тебя просто будут вот так вот посылать вот это вот куда попало со своим дезоле и все остальное ты будешь ходить кругами вот так вот и никуда не придешь поэтому приходится просто рвать этот порочный круг иначе чувствуешь себя паршиво а когда ты живешь чувствуешь себя паршиво то существование довольно некомфортное бывает в свои годы я вот не хочу себе этого позволять хочу кайфовать от жизни то что ты рассказываешь абсолютно вот соответствует рассказам мне о кате знакомой в вашингтоне она работала официанткой и нет худших клиентов чем чернокожие которые приходят и видят бел официантку и там начинается такое вообще просто один раз ее до слез довели просто потому что да вот они как бы хотят показать себя а как ну окей ну а вот эти вот белые то французов с этими своими как бы это помягче без мата сказать оригинальными лицами да я тебе подскажу лицемерными ну они на лицемерными понятно но они какие-то такие да а ничего они что это не понимают что они сами себя в клетку загоняют или как понимают вот простой вариант простой пример такой у меня есть хороший приятель француз не друг я с французами не дружу но приятель и как-то он приехал мы пообедали он говорит джан я сдал свой телефон в ремонт мне как раз ехать сейчас забирать поехали заберем а потом пойдем погуляем с тобой давай окей мы заезжаем в эту ремонтную мастерскую ремонтная мастерская арабская арабская много довольно бизнесов уже организовали себе то есть дело в том что вчера они телефон взяли ему сказали что сегодня мы в 13 часов позвоним уже 15 часов никто не звонит мы приезжаем ему говорят месье подождите пожалуйста то есть не буду углубляться в подробности но мы понимаем что его телефон никто даже не доставался под прилавка никакой мастер его не смотрел этот месье ваш телефон лучше вообще выкинуть утилизировать и купить вам новый чем его ремонтировать этот француз хавает он довольно человек довольно проницательный он это понимает я сижу он стоит а я сижу я громко говорю а ты понимаешь что сейчас тебя вообще просто реально разводят они твой телефон не трогали не надо так я говорю а почему не надо так если ты им позволяешь так вести себя с собой да конечно по-французски вдруг француз конечно если ты позволяешь им обращаться так с тобой значит ты позволяешь им обращаться так с твоей женой с твоими детьми и со всеми остальными ты говоришь им да с нами так можно они этого не понимают у них вот эту вот оси всю корректность вот эта жентийность что прям у них очень-очень в ходу типа я культурный я жентийный у них почему-то вот это вот выше чем защитить свое достоинство и просто быть человеком и чувствовать себя человеком я не понимаю почему так моему разуму это вообще недоступно я просто вот когда делал предыдущие интервью там давно уже с темой который семья жил в париже потом было масса комментариев что типа ой да ты просто не смог интегрироваться в общество ты неудачник что тут на самом деле прекрасно в этом отношении тра-ля-ля как бы такое ощущение за что ты предмет путинской пропаганды сейчас 10 лет будет арабской может быть это они просто уважают личное чужое личное пространство и они не привыкли в него внедряться и вот этими восклицаниями попытка внедрения в это личное пространство абсолютно верно это знаменитая французская лояльность которая привела к тому что мы сейчас видим засели вот этих вот людей все остального и также свобода личности то есть почему мы видим такое огромное количество бомжей и просто людей на улице это не потому что они им кушать нечего они живут поверьте мне ничуть не хуже чем я просто они выбрали жизнь вне системы потребления так сказать нашей экономической системы и им все замечательно и французы вот именно уважают то есть они поступать с людьми другими так как хотят что поступали с ними то есть это только те не хотят поступать с ними так как они попали неравные условия то есть там и факт а здесь француз такой улыбающийся то есть да они хотят чтобы их права также уважали их вообще права личности вот и пытается то же самое пропагандировать но к сожалению условия уже неравны то что к ним понаехала масса но извините конечно я расистка я прям реально расистка у меня есть на это основание реально есть основания то есть представьте себе женщина француженка красиво стареющая женщина лет 50-60 она на каблучках она изящная она смотрит своим вот всем гардероб стиль одежды все остальное то есть женщина которая родилась здесь в париже это ее дом так вот простая сцена допустим в торговом центре в женской турец как правило очередь мужской просто пойти а в женской очередь окей и она стоит а перед нами стоит вот эта вот женщина замотавшаяся арабка в эти все свои одежды одеяния и все остальное и то есть я знаю что после арабки войти в туалет то лучше потерпеть лучше не ходить а вот француженка решилась видимо приспичило или что она заходит и она и так и туда и туда и туда то есть понимаете это ее дом она у себя дома к ней приехали и нагадили вот реально в прямом смысле нагадили ей в дом вот и все о чем вообще можно здесь говорить у меня вот такое отношение к ним хорошо а но в таком случае а ты так как себя видишь что через 10 лет ты думаешь это тебя не коснется я думаю что моя жизнь как-то будет больше протекать в регионах франции потому что одно дело париж париж допустим для меня это далеко не франция такой город космополит где смешалось уже допустим кухни культура музыка там не знаю стиле одежды . много всего и всех я люблю францию действительно такой вот нежной любовью как деньги нежной любовью да то есть отъезжая 100 километров от парижа тебя начинает вот эта франция со всеми ее запахами вкусами очарованием то есть это классно там ты отдыхаешь там ты видишь все других людей которые не торопятся не спешат которые действительно замечательные люди вот и с ними прекрасно общаться то есть там много вкусного и все-таки свою жизнь вижу больше там то есть я сейчас уже париж по уже меньше времени чем где-то поездка думаю что лет через десять я наверное вообще куда-нибудь еще подальше есть то есть регионы которые как ты думаешь не будут затронуты вот этой волной миграции омусульманивание очернение наверное но этому есть одна простая причина бабло просто бабло потому что в париже понимаешь все вот эти вот пособия черт никуда ехать на пособие присесть они точно делают не для того чтобы своих детей социализировать дать им какое-то великое будущее ничего подобного они все присаживаются на пособия вот но пособие размер рассчитывается от собираемого бюджета региона естественно в париже бюджет намного больше чем допустим в каком-то маленьком городке провинциальном там мало денег платят они-то не едут там реально приезжаешь нормально ты приезжаешь в нормандии белые люди реально ходят белые люди и также можно рассказать про большинство таких вот остальных регионов там францию спасет провинции извините на меня точно чем хороша франция так это вот этим у нас видите тут поле снежное поле но это не поле это финский залив но в общем-то неважно а там велосипеде можно совершенно по незаснеженным улицам рассекать зимой вот за это я люблю туда приезжать где-нибудь в январе и феврале особенно это сказывается на туристическом потоке он фактически иссяк в этот момент но по сравнению конечно с летним периодом это была первая часть марлезонского балета будет еще 2 я буквально несколько таких вот маленьких зарисовочек вам еще дам по поводу нашего пребывания в париже вообще надо сказать чем прекрасен мой канал тем что он притягивает действительно хороших таких нельзя сказать правильных людей правильных людей не бывает я имею ввиду что каких-то адекватных меняем их образованных со здоровым чувством юмора в общем вот вот все то чего так нам иногда не хватает в нашей повседневной жизни он жанна например да через канал фактически меня нашла ходили там вокруг нотр-дама возник какой-то вопрос подошла какая-то женщина сказала что все окей вечером напишет мне фейсбук говорит павел я вот к вам входила возле нотр-дама а вообще эти посмотрю ваш канал хотел бы с вами пообщаться встретились на следующий день и все вместе собственно хором и забурились к жанне в гости где была дегустация устриц но я вот сих пор не могу потерять эту детственность когда-нибудь я наверное их начну есть насколько я не бывал во всяких разных и европах и даже местечках петербурга где это потребляет но вот никак можете назвать меня как бы мужиком ватником и так далее но вот увы и ах сейчас чуть-чуть из того что я поснимал в париже но такое самое характерное что бросилось в глаза даже будет пару каких-то исторических моментов вот так выглядит французская забастовка весело с танцами вы сейчас это увидите называется она грэв я когда водил экскурсию возле отель де вилле рассказывал про историю этой площади раньше она называлась греской потому что там было песчаный галичный такой берег и соответственно на этой площади происходили там и казни и объявление всевозможных ордонансов и так далее и народ собирался там иногда бил баклуши и вот собственно отсюда и пошло это название гаев так вот во францию как не приедешь там все время кто-то бастует я когда водил группу в этот раз обращал внимание об объявлении в бастовке адвокатов и сначала я подумал что это именно она но нет это работники тюрем требуют значит каких-то там себе преференции ну как обычно выход на пенсию в определенном возрасте и так далее и тому подобное это все происходило на рюк капюсин и там за углом буквально вандомская площадь которые перекрыли менты я у них спрашивал вас вот не достало это ежедневная вообще развлекуха они на меня смотрели грустными глазами говори еще как достало самое интересное что для большинства вот этих вот прекрасных людей данное мероприятие оплачивается работодателем потому что он отстаивает свои права но я имею до работник то есть он не отдыхает он работает в этой связи чего бы не сходить на забастовочку вот какая развлекуха для моих туристов они хотят потанцевать видишь как у них все тут весело это концерт ну что жанна вы присоединитесь потанцевать к людям потанцевать с удовольствием с огромным а ну и и и и а и и и и и и А то присо? сразу бы хотелось вот еще пару пояснений дать по поводу этого интервью которое взял уже у меня есть еще одно интервью с темой крику новым замечательным и джазом гитаристом который отлучился в колледже berkeley в париже потом вернулся сюда сейчас он тут тоже преподает играет вечером по всяким ресторанам и он уезжал из россии ну таким достаточно упоротым антипутин сам белоленточником вернулся и вступила в коммунистическую партию вот такие метаморфозы происходит с некоторыми людьми в париже так вот суть в том что мы каждому свое безусловно кому-то во франции очень комфортно никто даже не собирается с этим спорить но кому-то не очень в любом случае люди в итоге конечно же выбирают какую-то степень того самого комфорта вот как жанна например она выбрала себя определенной линии поведения и это хорошо но это не значит что когда мы скрываем какие-то за фасадные аспекты европейской жизни что насманил для этого путин ну от них нет понимаете я вот чем старше становлюсь тем больше мне прекрасно если можно сказать живется в петербурге и сидя в аэропорту шар-де-голь я реально ловил себя на мысли что я хочу вернуться это не потому что там париж плохой город париж прекрасный город но везде есть свои так сказать нюансы и аспекты лишь прекрасный город именно для туриста вот для туриста с точки зрения туриста если не забредать в определенные места то вообще это лувр ребята здесь и вот что искусство делает с людьми хруст французской булки в париже известен не только людям но естественно и голубям они тут как и бомжей упитанные и откормленные банк франции на площади бастилии с надписью воры но собственно вот возле этих дверей павлинский строил свой очередной перформанс только почему-то его приняли и вы можете себе представить посадили таки какая жестокая несправедливость по отношению к свободному художнику со стороны демократической европы это вам не в кровавой россии поджигать двери на лубянке когда его даже в кутузку не засадили можете себе представить а там во франции быстро приняли можешь орать очень много и долго что ты там таким образом выражаешь некую свою позицию не менее там это все не работает это кривые фасады площади вагезов одной из самых гармоничных площадей в европе это вид из квартиры музея виктора гюго раньше тут стоял дворец турнель возле которого проходили турниры вот на одном из них монгомери сам того не желая смертельно ранил генриха второго за сандали в щепкой от копья ему прямо в глаз после чего екатерина медичи собрала манатки сказал что ноги больше здесь не будет и перебралась во дворец тюлери который в свою очередь потом сожгла коммуна кафе пушкин я его видел еще в лувре говорят что там цены просто атомные особенно на пирожки сидит себе человек молится снял обувь чтобы ноги не приели и вы представляете никакие бабушки не подходят ему не говорят что вы что вы что вы тут делаете как так можно а вот стенной разлив тут как вы видите по лестницам можно было спускаться на набережные которые идут но чуть ниже стрелку острова сетэ где раньше на одном из островов жгли евреев а потом и вот представители ордена тамплиеров тоже след за ними сожгли представляет нынче вот такое зрелище а вот это то что я называю туристической невнимательностью обычно люди когда приходят к нотр-даму естественно не первым делом смотрим на собор и это правильно собор красивый там кстати тоже есть масса интересных вещей но о них я сейчас не буду говорить но дело в том что перед этой церковью раньше был целый такой микро городок снесенный по указанию барона османа и он содержал несколько улиц вот некоторые из них как например улица нотр-дама прямо здесь указаны точно также показано местоположение еще одной церкви святой женивьевой орденской на этот раз ну а если пройти дальше то можно увидеть где отходила улица венеции а всего-то надо внимательно посмотреть под ноги вот так выглядели средневековые улицы парижа конечно а я почувствовал запах мочи кстати пойдем это уже наши наши так сказать конце хотелось бы сказать вот о чем я естественно в париж возил группу этого мой такой эксперимент он оказался весьма удачным следующая повезу феврале и будет еще одна группа в марте еще говорят что можно туда возить в августе потому что но не в мае не в июне и в июле я не повезу никого туда естественно потому что одище одище просто а вот в августе французы сами разъезжаются и там как-то посвободнее поэтому возможно будет группа в августе пока не знаю но в любом случае если у вас есть желание вот в марте скататься с нами туда то напишите мне в личку в контакте либо на электрон адрес который укажу в описании под этим видео я вам вышли все подробности условия и так далее тем более что теперь у меня уже есть опыт и он оказался весьма удачным я общем-то понял какие ошибки допустил и в будущем я их допускать не буду также если вы можете заинтересоваться гастрономическими турами по франции которые устраивает жанна то я в описании под этим видео укажу ее электронный адрес можете написать задать все интересующие вас вопросы также хочу по традиции объявить следующие лекции москве петербурге в эти выходные будут неизвестные пушкин это дядя и племянник и я расскажу про поэму опасный сосед которая прославила дядю пушкина и проники дебош в борделе в москве и там все таки хиха ха тем не менее если вдуматься о чем там пишется ну и соответственно какое вообще это влияние оказала на племянника и вообще каковым он был этот племянник об этом пойдет речь в субботу в москве в 14.00 на кутузовском 24 библиотеке имени толстого а петербурге в 16.00 на гончарной 23 в баре сургут через выходные будет тема проституция в русской классике ну то же самое в москве в 14.00 библиотеке имени толстого в петербурге в 16.00 в баре сургут и еще у меня дорогие друзья к вам такая просьба тире вопрос дело в том что вы книжки мои распроданы и вот сайт который у меня был который был сделан именно для продолжить книг он сейчас у меня переформатированным стал у меня там есть затык определенные с дизигном главной страницы мне бы хотелось чтобы может быть кто-нибудь мне в этом помог там не очень большие напряги в этом плане может быть даже каким-то мудрым советом я понимаю что вы меня с одной стороны этими советами засыпите но тем не менее хотелось бы коллегиально как-то чтобы вот на прийти к общему знаменателю это во-первых во вторых я общем то наверно созрел для того чтобы сделать свою прилагу клуб по питеру а может даже по москве со своими маршрутами но я естественно никоим образом не буду просить вас этом сделать это будут делать конечно за деньги но что вы мне можете помочь сделать это составить грамотное т.з. который я уже отдам разработчикам по которому они будут это приложение лепить вот для этого возможно я хотел бы получить вашу помощь я совершенно точно знаю что я хочу от этого приложения она бы очень простое как бы геолокации какие-то какие-то мои медийные истории там видео аудио не знаю что может быть что-то еще дополнительно вот как раз это и хотелось бы от вас услышать на этом все спасибо за то что вы с нами оставляйте комментарии под этим выпуском увидимся пока